Здравствуйте, меня зовут Нина, я студентка Института страны Азии-Африки. Я занимаюсь Японии и японским языком, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о японском отношении к труду. Дело в том, что японцев считают довольно трудолюбивой нацией. И этот стереотип появился не на пустом месте, потому что после мировой войны всего за 10 лет японцам удалось восстановить свою экономику и страну. Напомню вам, Япония во Второй мировой войне проиграла, и после двух атомных бомбардировок страна находилась в довольно плачевном состоянии. Однако уже в 1985 году Япония вышла на второе место по объемам ВВП после тогдашнего лидера США. Согласитесь, что для страны, которая в начале века считалась западными державами чуть ли не полуколонией, это невиданный успех. Однако мне бы хотелось поговорить с вами о двух вещах. Во-первых, о том, как японцы на самом деле относятся к работе. И во-вторых, о том, как это отношение менялось на протяжении последних 10-20 лет. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, обычный японец работает в год чуть больше 1700 часов. Финн работает немного меньше, русский работает немного больше. Но не стоит делать каких-то сильных выводов из этих цифр, потому что в японском обществе существует такое явление, как дзангьо. Дзангьо — это переработки или внеурочные часы. Например, я работаю по трудовому законодательству с 9 до 6 вечера, и начальник просит меня немного задержаться и выполнить какие-то еще задачи, и поэтому я ухожу в 9. Либо он просит меня выйти в выходной день. Это и будет дзангьо. Отличие японских внеурочных часов от внеурочных часов, которые приняты, наверное, в любой компании в любой стране мира, заключается в том, что, во-первых, эти внеурочные часы не оплачиваются, и, во-вторых, их может быть очень и очень много, то есть количество внеурочных часов может превышать 100 часов за месяц. Еще одной особенностью японского рабочего мира является то, что вы обязаны ходить и выпивать со своими коллегами. Когда я говорю «обязаны», я не имею в виду, что это добровольное мероприятие, то есть если я после работы устала, я плохо себя чувствую, у меня болит печень, у меня болит голова, я хочу пораньше вернуться к семье и не хочу пить конкретно вот с тем вот мужчины из соседнего отдела, я все равно пойду и буду пить. Отказ в группистском японском обществе неприемлем. И также нужно сказать о том, что японское общество – это общество очень иерархичное, и поэтому алкоголь – это единственная социальная смазка, которая позволяет начальнику и подчиненному пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Тем не менее, японцы остаются на переработке, а после этого идут пить с коллегами. Но почему? Здесь нужно поговорить о двух важных особенностях. Первая особенность состоит, как я уже сказала, в иерархичности японского общества. Крайне невежливым считается уходить с работы до того, как с нее ушел ваш начальник или ваши коллеги. По этой же причине дурным тоном считается брать отпуск, поэтому японцы, как правило, работают без отпусков. Второй важной особенностью является, собственно, отношение японца к своей фирме. Японец относится к фирме как к семье. Фирма действительно опекает своего сотрудника. Она предоставляет ему деньги, трудоустройство, задачи и цели в жизни, корпоративный дом, корпоративный автомобиль. На Новый год и на праздник Бон у вас будут бонусы. Если у вас появится первенец или ваши старшие дети пойдут в университет, фирма подсуетится и выплатит вам премию. И поэтому японец со всей благодарностью относится к своей фирме и считает ее семьей. К тому же он проводит с ней действительно больше времени, чем со своей настоящей семьей. Если вы сидите, занимаетесь своими делами и ваш родственник или близкий человек подходит к вам и говорит, можешь сделать вот это вот для меня? Конечно же, вы это сделаете и точно так же японец относится к своим переработкам. Но у этого явления есть и обратная сторона и она называется короще. Короще означает смерть от переутомления. И это действительно большая проблема японского общества, потому что сравнительно недавняя история, молодая цветущая 24-летняя девушка покончила с собой, потому что она очень сильно переутомлялась на работе. Это событие вызвало большой общественный резонанс. Но несмотря на то, что правительство изо всех сил пытается регулировать количество переработок через трудовое законодательство, ничего не получается сделать, потому что как только вы пересекаете порог компании, на вас уже действуют правила компании. И теперь вы, наверное, думаете, что все японцы – это очень усердные и очень трудолюбивые люди, которые работают с утра до ночи. Но на самом деле это не совсем так. Японцы такие же люди, как и мы, и как и всем людям, им необходимо бездельничать время от времени. Но из-за того отношения к работе, о котором я говорила только что, японцы даже бездельничают по-своему. Здесь нам нужно сделать небольшое лирическое отступление и поговорить о двух основополагающих японских концептуальных понятиях, а именно «омото» и «ура». Дело в том, что у японцев истинные намерения настолько часто не совпадают с заявленными, что для этого в японском языке есть специальные слова. «Омото» означает «фасад», а «ура» означает «оборотная сторона». Поэтому если трудолюбивый и усердный сотрудник бегает за начальником и выполняет все его поручения – это «омото». А то, что он хочет за это получить себе прибавку к зарплате – это уже «ура». «Ура! Заработала!» Если я сижу на своих дзангё, потому что я боюсь уходить первое, это невежливо, и я лайкаю фотки в Инстаграме, то это «ура». А вот «омото» – это если начальство в этот момент зашло в мой офис и сказало, что нужно что-то сделать, а я начинаю симулировать бурную деятельность. Разумеется, вы скажете мне, подобного рода бездельников и людей, которые не очень ответственно относятся к работе, полно в любой стране. И это действительно так, но есть один феномен, который чисто японский. Он называется инэмури, и это практика дневного сна в транспорте, на работе и на учёбе. Причём для неяпонцев эта практика – это полный шок. Когда японец засыпает на бизнес-встречи или студент засыпает на паре, в любом неяпонском обществе этому человеку сделают замечание или выговор. С точки зрения японцев такой человек демонстрирует усердие, самопожертвование и ответственность, потому что даже несмотря на то, что он плохо себя чувствует или очень сильно хочет спать, он всё равно пришёл на работу или на учёбу, и он готов активно включиться в ситуацию, когда в нём возникнет необходимость. Соответственно, вы поддерживаете свою готовность вовлечься в ситуацию своим положением тела, своей осанкой, своей одеждой. То есть, если вы задремали в вагоне, то это инэмури. А если вы развалились на четыре сидения и мешаете другим пассажирам, то это уже не инэмури, это уже не очень хорошо. Давайте подведём итог. Японцы действительно трудолюбивая нация, но за последние 10-20 лет, а именно с эпохи потерянного десятилетия, эффективность этих часов, которые публикует ОСР, она начала потихоньку сокращаться. И поэтому никто не знает, насколько трудолюбивы японцы на самом деле, в том числе и сами японцы. И мне хотелось бы пожелать вам самим соблюдать баланс между рабочим временем и личной жизнью. Не очень много лентяничать, но не забывать совсем отдыхать. И высыпайтесь, пожалуйста. Спасибо за внимание. Отказ в группистском японском обществе будет расцениваться как поход против... Здесь мы можем сделать... Нет, мы ничего не можем. Так. Так, сейчас, может быть, я просто переформулирую предложение, чтобы это было сразу хорошо. Ещё раз на... Почему? Почему?